Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке географии. Мы с вами продолжаем изучать оболочку литосфера. Давайте проверим, насколько вы разбираетесь в отдельных понятиях по изученной теме. Предлагаю вам задание «Найти лишнее». Итак, первое задание. Найдите лишнее ядро, падина, земная кора, мантия. Лишнее слово «падина». Вершина, склон, магма, подошва. Лишнее слово «магма». Кратер, жерло, эпицентр, конус. Лишнее слово «эпицентр». Гранит, известняк, песок, уголь. Лишнее слово «гранит». Низменность, хребет, плоскогорье, возвышенность. Лишнее слово «хребет». Сегодня на уроке мы совершим с вами необыкновенное путешествие по дну Мирового океана. Тема урока «Рельеф дна Мирового океана». На уроке мы узнаем, как изучает рельеф дна Мирового океана и каков он на самом деле. Долгое время считали, что рельеф дна Мирового океана ничем не отличается от рельефа суши. Такие же горы и равнины. Это оказалось не совсем так. Да, действительно, на дне океана есть и горные хребты, и плоские равнины, и плоскогорья, очень похожие на те, что мы видим на суше, но выглядят они иначе. В формах дна Мирового океана выделяют следующие виды рельефа. Шельф или материковая отмель, материковый склон, ложе океана, средина океанических хребет и различные формы переходной зоны дна Мирового океана, подводные горы, желоба. Граница между материковой и океанической земной корой проходит не по береговой линии, а под водой. Шельф это неглубокая, прилегающая к берегу суши часть дна океана. Ее глубина бывает обычно до 200 метров. Ширина шельфа может быть самой разной. Шельфовая зона на карте обозначена бледно-голубым цветом. Например, вдоль берегов Северного Ледовитого океана или северной части Австралии шельф имеет самую большую ширину на планете. А вдоль берегов Северной и Южной Америки он протягивается узкой полосой. На материковой отмеле или шельфе можно видеть продолжение форм рельефа суши, например, русла рек. Ее поверхность покрыта осадочными, обломочными горными породами, принесенными суши реками или образовавшимися при разрушении берегов волнами. Шельф занимает 9% от площади Мирового океана и является наиболее продуктивной его частью. На карте шельфовая зона показана в пределах береговой линии суши. Именно здесь производится добыча основной массы морепродуктов и различных полезных ископаемых, в том числе газа и нефти. Шельф или материковая отмель постепенно заканчивается материковым или континентальным склоном. Материковый склон – это достаточно крутой уступ, у которого есть ступени и ложбины. Его глубина может быть до 2000 метров. И граница между шельфом и материковым склоном обычно обозначена четко. Крутизна склонов может достигать 25, а иногда даже 40 градусов. По этим склонам постепенно на дно Мирового океана оседают обломки горных пород. Чем круче склон, тем быстрее движутся эти породы. Оседая на дне океана. Материковый склон не так продуктивен, как шельф. Здесь глубже, меньше света и тепла. Животные ведут в основном придонный образ жизни. Материковый склон плавно переходит в ложе океана. Оно располагается на глубине от двух с половиной тысяч метров до шести тысяч метров. ложе океана занимает глубоководную часть дна Мирового океана, то есть 70% его площади. Здесь расположена океаническая земная кора. На дне океана, как и на суше, есть горы и равнины. Равнины дна называют котловинами. Рельеф котловин разнообразен, но они более сглажены осадочными породами. Здесь есть и понижение, и повышение. Равнины дна являются относительно спокойными областями океанов. Рельеф ложа океана разнообразен. Котловины располагаются между срединоокеаническими хребтами и занимают большие площади. Наиболее интересной его формой являются срединоокеанические хребты. Важнейшим открытием в конце 50-х годов 20-го века стали срединоокеанические хребты. Они образуют на дне мирового океана единую горную систему общей длиной свыше 60 тысяч километров, шириной около 2 тысячи километров и относительной высотой 2-4 километра. Эти хребты не покрыты осадочными горными породами. Они полностью состоят из магматических пород. В центральной части срединоокеанических хребтов находится разлом, который представляет собой ущелье с крутыми склонами. На дне этого ущелья изливается лава. Застывая, она наращивает земную кору. Температура воды у дна ущелья очень высока. В ней растворены газы, находятся мелкие частички химических веществ, окрашенных в черный цвет. При оседании этих частичек на дно и взаимодействии их с растворенными в воде газами возникают довольно высокие конусообразные постройки. Над конусами клубятся черные облака. Эти удивительные творения природы были обнаружены в 70-х годах XX века и получили название «черные курильщики». Рядом с черными курильщиками обитает множество организмов, о существовании некоторых из них ученые узнали совсем недавно. Срединоокеанические хребты представляют собой систему поднятий планетарного масштаба. За исключением Тихого океана они имеют действительно срединно-океаническое расположение. Срединоокеанические хребты занимают 15% площади океанов. Их протяженность около 60 000 км, а ширина от 500 до 3000 км. В поперечном сечении они имеют симметричное строение. Здесь выделяются три зоны, которые рассечены поперечными трансформными разломами. Наиболее активной является осевая зона, которая часто представлена рифтовой долиной. Именно здесь происходит внедрение мантийных базальтовых магм, кристаллизация которых приводит к формированию океанической коры и литосферы, осуществляется интенсивный выброс тепловой энергии Земли, проявляется активная сейсмичность, а также гидротермальная деятельность в виде знаменитых черных курильщиков. Черные курильщики выделяют сильно нагретые морские воды, обогащенные многими металлами. В районах срединоокеанических хребтов, как и в переходной зоне, происходит землетрясение. На склонах хребтов расположены действующие вулканы. Именно здесь расположены многие действующие вулканы нашей планеты. Потухшие подводные вулканы имеют плоские, выровненные течениями вершины. В теплых водах на вершинах потухших вулканов формируются кораллы, образуя коралловые острова в форме кольца с внутренним водоемом. Атолы. Высота вулканических поднятий может достигать нескольких километров. Вулканы, поднявшиеся над водой, образуют вулканические острова. Такими островами являются Курильские, Канарские, Гавайские. Между подводной окраиной материка и ложем океана расположена зона, имеющая очень сложный рельеф. Лучше всего такая зона выражена у восточных берегов Евразии. Она включает дуги островов и особые формы рельефа глубоководные океанические желоба. Это длинные узкие понижения дна океанов глубиной свыше 6000 метров. Самый глубокий на земле океанический желоб Марианский находится в западной части Тихого океана рядом с Марианскими островами. Его глубина 11 022 метра. Водную траншею обнаружил британский исследовательский корабль «Челленджер» во время первой глобальной океанографической экспедиции. Тогда же и была обнаружена самая глубокая точка впадины – бездна Челленджера. Марианская впадина – не вертикальная бездна. Это желоб в форме полумесяца, растянувшийся на 2500 километров к востоку от Филиппин и к западу от острова Гуам. Площадь дна – 400 тысяч квадратных километров. А здесь без труда смогли бы разместиться Беларусь, Литва, Латвия и Эстония, и даже ещё место останется для какого-нибудь Кипра. В 1875 году учёные попытались измерить глубину бездны Челленджера диплотом – верёвкой с привязанным к ней грузом и метровой разметкой. Верёвки хватило только на 4 475 морских саженей, а это 8 367 метров примерно. Спустя почти 100 лет судно Челленджер-2 вернулось сюда с эхолотом и установило нынешнее значение глубины – 11 километров от поверхности Тихого океана. Чтобы осознать глубину и представить размеры, для сравнения приведём знаменитый пример. Эвересту, самой высокой точке нашей планеты, до уровня моря не хватило бы 2100 метров, окажись он на дне впадины. Итак, ребята, подводные горы и срединоокеанические хребты являются довольно мелководными участками океана, поэтому на физической карте они хорошо заметны благодаря светло-голубому цвету. Ну, а вершины самых высоких подводных гор выступают над поверхностью воды в виде островов. А вот самые глубокие части океана окрашены тёмно-синим цветом. Первые попытки исследовать океан носили преимущественно географический характер. Путешественники прошлого Фернан Магеллан, Джеймс Кук, пересекая воды морей и океанов, открывали новые материки, острова. На тот момент были известны отдельные глубины в отдельных точках океана. Уже тогда на картах были пометки некоторых глубин. Впервые сведения об океаническом дне были получены Фернандом Магелланом. Во время своего путешествия вокруг света в 1521 году он бросал ручной лотлинь. Лотом называется прибор, служащий для измерения глубин с борта судна. Так вот, Фернанд Магеллан, вероятно, бросал ручной лотлинь до глубины 200 морских саженей 366 метров в Тихом океане. Не достигнув лотом дна, он сделал вывод, что находится над самым глубоким местом в океане. На самом деле глубина дна в местах, где Магеллан делал промеры, составляет 4000 метров. Первая карта дна океана появилась сразу после кругосветной экспедиции британского корабля Челленджер. Эта экспедиция положила начало новой науке океанологии, изучающей воды океана. Экспедиция Челленджера опровергла представление о том, что океаническое дно ровное, песчаное пространство, усеянное островами. Систематическое изучение рельефа дна мирового океана началось при изобретении эхолота. Первоначально эхолот был предназначен для снижения соподводными лодками противника. Но позже этот прибор стал использоваться для промера глубин. Специальное устройство, установленное в нижней части корпуса корабля, посылает звуковой сигнал. Этот сигнал достигает дна, отражается от него и возвращается обратно к кораблю. Скорость распространения звука в океане полтора тысячи метров в секунду. Зная время пути сигнала до дна и скорость звука в воде, можно определить глубину океана в данной точке. Зная, как изменяются глубины по маршруту корабля, можно сделать вывод об изменении рельефа дна. Большим шагом в исследовании дна мирового океана явилась разработка глубоководных погруженных аппаратов с иллюминаторами. Так, в 1960 году Жак Пикар и Дональд Уолш на батискафе Триест совершили погружение в самую глубокую часть, известную на тот момент в океане, так называемую пучину Челленджера. В дальнейшем Жак Ив Кусто и его команда изобрели плавающие блюдца батискаф. Этот аппарат является самым удачным из аппаратов такого типа. Он позволял изучать огромные пространства коралловых рифов и подводных каньонов на глубине около трехсот метров. Затем в его команде было разработано судно Алвин, которое совершало погружение на глубину 3650 метров. Огромное количество информации было получено с помощью этих аппаратов. В тот момент также развивалось и глубоководное бурение. Усовершенствованная глубоководная бурильная установка позволяла проникать вглубь магматических горных пород на сотни и даже тысячи метров. Это позволило открыть некоторые тайны прошлого геологического планеты, в том числе и дна Мирового океана. На рельеф дна Мирового океана, как и на рельеф суши, влияют и внутренние, и внешние процессы. Внутренние процессы движения земной коры, землетрясения и извержения вулканов особенно сильно проявляются в переходной зоне и в средино-океанических хребтах. Внешние процессы в океане отличаются от внешних процессов на суше. В океане не дуют ветры, нет резких перепадов температуры, животные и растения мало изменяют рельеф дна. Главный внешний процесс, изменяющий дно океана, образование осадочных горных пород, обломочных на материковой отмели и у подножья материкового склона и органических главным образом наложим. Ребята, на этом мы с вами закончили изучение оболочки литосферы. Выделим самые крупные географические объекты на карте. Самые высокие горы на суше Гималайи. Здесь находится высочайшая гора суши Джамалумкма Эверест. Самые длинные горы на земле Анды протягиваются в западной части материка Южная Америка. Самая крупная низменность планеты Амазонская. Самый глубокий на земле океанический желоб Марианский. Для закрепления предлагаю разгадать кроссворд по теме литосфера. Итак, первый вопрос. Горы с каналами из которых временами изливается магма. Правильный ответ вулкан. Магматическая горная порода. Правильный ответ гранит. Отверстие на вершине вулкана. правильный ответ кратер. Значительная возвышенность поднимающаяся над окружающей местностью. Правильный ответ гора. Грозное природное явление представляющее собой подземные толчки и колебания земной поверхности. Правильный ответ землетрясение. Горючее полезное ископаемое. Правильный ответ нефть. фонтан горячей воды и пара бьющий из-под земли. Правильный ответ гейзер. На каком материке расположена высочайшая горная система земли? Правильный ответ Евразия. Как называют излившуюся на земную поверхность магму? Правильный ответ лава. На этом наш урок подошел к концу. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы при подготовке к уроку. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров